Всем привет дорогие друзья, а с возвращением вас в прохождение Rise of the Tomb Raider. Смотрите, мы уже здесь выдвинули тележку наверх, методом разных вертелок, крутелок, подъемов и спусков, и я все-таки вытянул тележку вот сюда. Пока я не понимаю, зачем я это сделал, давайте... Будем надеяться, что все не оброшится. Да, ты права, Лара. Будем надеяться, что все не обвалится здесь. Так. Только бы под колеса не попасть. Ты права, ты права. Мы лучше поменяем положение. Давай. Лети, дорогая тележка. Опа! Твою мать. Бинго, детка. Хо-хо-хоу. Надеюсь, этого хватит. Да. На самом деле было не так сложно, я просто ее покрутил два раза, развернул на 180 градусов, поднял наверх и, собственно, вот мы получили, что хотели. Теперь осталось только допрыгнуть. Надеюсь, у меня это получится. Давайте. Если что, водичка подстрахует. Так. Так. И последний рывок удачи. Так. Неужели мы добрались? Так, забираем. Полезное барахло. Еще камушки. Ну все, теперь мы точно застреляем врагов взрывчаткой. Так, что дальше? Эй, минутку. Какого мать вашу хрена? Я уже обрадовался. Думал, что вот и реликвия уже у меня в руках. А не тут-то было. Она вот там, но путь заблокирован. Значит, осталось вот эту тележку. То есть, я одной тележкой пробил вот этот завал, да, из досок ограждения. Осталось катнуть вторую тележку, и мы разобьем полностью весь проход и сможем попасть к нашей драгоценной реликвии. Значит, немножко еще стоит подумать. Каким-то образом, каким-то неведомым образом нужно ее здесь прокатить. А, так здесь все просто. Все очень и очень просто. Всего лишь покрутить. Давайте. Напряжемся. Последний рывок. Последний рывок, дамы и господа. Так. Да. Да, детка, да. Да, я чувствую предвкушение. Нахождение скорой реликвии. Я уже чувствую, как она у меня в руках. Так. Вперед, верная тележка! Послужи мне добром! Да, давайте. Сойдет. Грубо, но действенно. Сработало. Хорошо, что все еще держится. Да, отлично. Мы добрались. Так. Ух ты, сколько здесь руды! Вы только посмотрите. Хотя, неудивительно, это же шахты, по сути. Все, я набил карманы. А зато можно взять и карту. Богатство этой долины невозможно не заметить. Она как цветущее дерево. Каждый год в этой некогда дикой местности появляются новые здания. Мы вырастили целое поколение ремесленников, астрономов и философов, которые ни в чем не уступают западным. Но любой крупный город порождает преступность и падение нравов. Многие считают, что грешников следует казнить. Однако пророк и слушать об этом не хочет. Он твердо верит, что человеческие пороки исправимы. Поэтому мы сохранили грешникам жизнь, в надежде, что тяжкий труд и молитва их исцелят. Я не разделяю убеждений пророков, спасений заблудших. Но так они хотя бы работают на благо города и тех, кто пострадал от их рук. Какой великодушный был пророк! Так, ну все, руду больше брать мне не нужно. У меня, по идее, полные карманы. Давайте пошмонаем сундучки. Так, и вот оно. И вот оно. Вот оно, реликвия моей мечты. Монускрипт десятого века о византийских методах ведения горных работ и металлообработки. Освой новый навык геолог. Знание геологии позволяет успешно добывать хромовую руду. Нажмите Е, чтобы начать добычу рядом с подземной рудной жилой. Угу. Так, хорошо. Подземная рудная жила. Я что-то не встречал ничего подобного. Но надеюсь, когда мы встретим, мы все поймем. Так, путь назад. Вот теперь самое интересное, да? Путь назад. Ну, по идее, плавать. Ихи-хи-хи-хи-хи. Круто. Так. Нам, по идее, возвращаться очень далековато. То есть, это нужно вот так вот все обходить это дело и идти по заданию, да? Ладно, давайте, друзья, наверное, я использую силу монтажа в этом месте. И как только я попаду обратно, мы с вами снова встретимся. Итак, мы здесь. Кстати, этот чувак вернул себе лампу. Хе-хе-хе. Ладно, надеюсь, не против, да? Привет. Привет, бро. Я у тебя лампу эту на время еще раз возьму. Надеюсь, чувак, ты найдешь себе еще одну. Так, минутку. Я что, ее выронил, что ли? А, замечательно. Лампу я опять потерял. Бедный чувак. Видимо, вся его роль заключается в поиске ламп. А, это враги, да? О, тихо-тихо, давайте под воду. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Так. Как-то лампу взять можно? Лампу, лампу, лампу хочу взять. Блин. Ну, он стоит спиной, да? То есть мы можем его втихонечку... Втихонечку его замочить. Опа. Иди сюда. Так. Бесшумное убийство. Кустики. Как нельзя, кстати. Сколько здесь? Четверо. Четверо ублюдков. Так. Что здесь, какую диверсию можно совершить? Можно взять бутылочку. Еще есть канистра. Еще вот подозрительный чувак. Вот он. Его вроде бы никто не видит, да? Чш-чш-чш-чш-чш. Опа. Тихо. Бесшумное убийство. Сработало. Подозрительно. Кто же убил моего друга, о божечки? Здесь я... Иди сюда. Иди к своему другу. Посмертно. Бесшумное убийство. Икс-3. Друзья. Так. Заберем канистру. Ну, по идее, все, да? Что мелочиться-то? Хотя есть... Два чувачка. Ты, допустим, получаешь канистру. Или, знаете, давайте как поступим. Вот так. Стрела. Подозрительность вызывает. Эй. Оба. Оба сюда. Блин. Так, а где канистра? Вот она. Ладно, получай. Ха-ха-ха. Да, детка. Двойное бесшумное убийство, друзья. Так, кто-нибудь придет на огонек? Видимо, нет, да? Хорошо, давайте будем лутовать это место. Ну, собственно, здесь больше ничего нет. Хотя есть канат. Для чего? Пока непонятно. Угу. Нам внутрь. Лови. Ой, блин, я забыл поджечь. Это дело. Лови. Вторую бутылочку. Это будет пожестче, не так ли, бро? Так. Камушки. У меня проблемы. Большие проблемы. Я тут немного покопался, сохранил для себя пару файлов и наткнулся на переписку обо мне. Хуже всего, что они как будто хотели, чтобы я ее нашел. Начальник охраны знал, что я сливаю информацию. Возможно, знал с самого начала. И сейчас они наблюдают. Ждут, когда я раскрою свою цель. Вот бы у меня действительно была цель. А то обидно подыхать из-за своего дурацкого любопытства. Боюсь, канал уже ненадежен. Возможно, они уже нашли тебя. Я совсем с катушек съезжаю, но троица. Их много, они везде. Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что я безнадежно влип. Так вот, ты была права. Вот бы сказать тебе это, глядя в глаза. Перехват. Да, чуваку явно теперь стоит опасаться за свою жизнь, а мы тем временем куда-то должны пойти. Вот знаете, я вот все думаю, для чего мне этот канат? А, вот сюда, смотрите. Вот. Но для этого нужно туда попасть. Давайте. так, мы запрыгнем здесь? Да. Хорошо, детка. Вуаля. И зачем? Ну, допустим, я туда попаду. А, может быть, это сделано для того, чтобы я сделал бесшумное убийство сверху, спрыгнув на этих мудошлепков. Видимо, так, да? Ладно. Пофигу. Пойдем дальше. Ой, чувствую, здесь будет весело и жарко. Так, что у нас здесь? Никого. Можно взять масло, хотя масла у меня полно. Так. Лутуем без палива. Так. Будем заниматься подрывной деятельностью. Хе-хе. Так, они идут сюда. И они явно чем-то озадачены. Получай. Вау. Так, все, я раскрылся. Пора сюда сваливать. Ай. Неудачно, неудачно, неудачно. Мне нужно где-то здесь беспалево спрятаться, чтобы отсидеться. Твою мать. Куда, куда, куда? Где? Где? Хе-хе, твоя мать. Ой, нихрена, он бегает. Блин. Лара, беги. Так, наверх. Опа. Все, обломитесь, сволочи. Лови банку. Лови банку. Ха-ха, дебил. Ой, дебил. Так. А по-моему, они простреливают крышу. Это крайне-крайне хреново. Пошел. Какого мать вашу хрена? Да вы чё? В спайдерменов, что ли, переиграли? Я думал, и один такой умный. Ха-ха-ха. Хорошо. Эй, блин. Да твою мать. Ага. Х5. Не дурно. Лечимся. О, смотрите. Есть лампа. Нет, не могу взять. Хотя можно испробовать наше новое оружие. Вот это вот. Получай. Ружбайка. Так. Где ещё, братья? Братья! Ха-ха. Братья! Налетай. На меня здесь Лара. С винтовочкой бегает. Так. Ну, собственно, всё. Всех порешали, да? Ловить больше здесь нечего. Хотя по карте есть документы здесь. И незагораемый ящик. Давайте, что ли, прошмонаем это дело. Вот. Я согрешил во имя Господа. Много крови пролилось в долине. И продолжает литься. Прости, прости, прости. Я загубил много людей. Прости тех, кого я убил. В общем, вот в таком смысле весь... Всё сообщение. Деталь автоматического дробовика. Кстати, новый опять, новый дробовик. Мне собираются здесь подарить. Но для этого дела мне нужно найти все четыре части. У меня только одна. Но это мне дерьмо не нужно. Я не очень большой поклонник здесь огнестрела. Мне бы лук найти, тот шёпот ночи. Без лука как без рук. Так, ещё ящик. Ладно. Потопали по заданию. Читать эти кучи документов, я думаю, нет смысла. Будем читать только то, что попадается нам на пути. Ага. То есть, туда мне не попасть, да? Или попасть? Попасть. А я подумал только по верёвке. Ну вот посмотрите, друзья, в бочка. Так и бросается в глаза, да? И статуя, смотрите. А это собор. Именно здесь, по легендам, есть какие-то иные. Бессмертные. Твою мать, они ушли. Кто это был? Кто это был? Кто это был? Прочёсывайте, прочёсывайте, бро. И почему сразу в кусты? Вот почему? Чё за бред? Всё. Я зашкерился. Точнее, я раскрыл своё шкерство. А, божечки. Нет, ну это несправедливо, блин. Короче. Я вам сейчас покажу. Ой, покажу, покажу, покажу. Вау. Круто. Так, отсидимся здесь. Ааа, блин, не успел подлечиться. Твою мать. Нет, серьёзно, я... Я рассчитывал, что бочка подорвёт их веру в себя. Нет, ну серьёзно. Почему они после взрыва пошли сразу в кусты? Это несправедливо, это глупо. Не нужно идти в кусты. Идите в другую сторону, бро. Надо их поджечь, по-любому. Нет. Нет, лучше поджечь, да. Не взрывать. А, они решили уйти, да? Так. Подозрительно. Кто это стреляет? Кто это стреляет? Давай, бро, подходи. Прояви любопытство. Да ладно. Действительно стрела. Так, смогу ли я без палива его убить? Интересно. Да, отсюда. Давай, 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 давай. Опа! Сюрприз, мазафака! Так, минус один. Так, что мы здесь имеем, да? Вот один патрулирует. Два, точнее. Ублюдка патрулирует. Так. Допустим. Надо снять вот этого, любопытного. Смотрите, он ходит. И сейчас, по идее, он должен пойти где-то здесь. И я на него сверху упаду. Так. Ни хрена, да? Вот того чувака можно снять бесшумным выстрелом. По идее. А, там еще один был, что ли? Да твою мать! Откуда же я знал, что их там толпа целая? Себе бросай. Ооо, плохо. Неудачно, неудачно я упал. Ой, неудачно я упал. Так, тихо, 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 тихо. Вот мой горящий коктейльчик. Как нельзя, кстати. Кто там еще? Ты, ублюдок, получай. Ооо, блин, бронированный щит. Мистер бронированный щит. Эй, куа, побежал стоять. Эй, ублюдок. Такой хитрый. Получай. Мы и бочку подорвем. Так. Винтовочка. Кто еще остался? Кто еще хочет выпить горячего коктейльчика? Бро, налетай. А, мудила наверху, да? Так, докинуть бы. А у меня, точнее, бьет. Ха-ха. Так. Надеюсь, я попал. Эй, я в бочку, в бочку, в бочку, в бочку целился, блин. Твою мать, не в тебя, ублюдок, а в бочку. О, сволочь. Реально, сволочь натуральная. Он меня бесит. Это ты труп, ублюдок. Получай моего ледорубчика. Добить, сволочь. Получай. Мудрошлепок. Что мы здесь имеем? Так, давайте шмонать. Самое ценное в этой игре после убийства обшмонать трупы. Это все равно что сбор трофеев, да? С добычей. Так, но здесь вроде бы ничего нет. Только куча документов. Давайте пойдем дальше по заданию. Полевать на чтиво. Я за этих документов, я вот штук пять прочитаю, и серия кончится. Карта. Так. Опа. Это же дело, по идее, можно уничтожать, да? А-а-а. Хе-хе-хе-хе. Смотрите. Ху-ху-ху-ху. Прямо со стрелой, да? В комплекте. Вот. Это отвлекающие объекты. Так. Где наша задача? Вот туда. Видимо, наверх. Проклятая болезнь. Ослабляет мое тело. А теперь еще и разум. Постоянно отключаюсь. Погружаюсь в воспоминания. Перед глазами тот день, когда умер Лорд Крофт. Когда пришлось срочно менять план. Когда я думала, что мы потерпели неудачу. И еще более ранние воспоминания. Мои первые дни в Ордене. Изучение тайной истории мира. Осознание нашего долга по его спасению. И еще раньше. Детство. Мое и Константина. Когда доверять можно было только друг другу. Заставляю себя вырваться. Возвращаюсь в настоящее. Я всегда делала то, что должна. Сделаю и в этот раз. Значит, это запись Анны. Видимо, она только-только начала болеть. Сейчас уже болезнь, видимо, на финальных стадиях. И страх перед смертью делает все ее действия более отчаянными. Так. Так. Значит, сюда. Вау. Твою мать. Как я вовремя. Это успел сделать. Так. Рывок победы. Опа. Чувствую, здесь мы скоро будем активно ползать. По этим отвесным скалам, да? Я недооценивала врага. Из-за моей глупой задумки погиб Илья. А отца нет уже два дня. Чтобы выстоять против Троицы, нам нужны все силы. Кажется, они нанесли нам смертельный удар еще до начала сражения. Вера защищает нас. Но что вне толку, когда враг становится силенее с каждым поколением? Мы, может, и переживем эту войну. А вот за наших детей. Мне страшно. Да. Они не могут сражаться вечно. С каждым вторжением они слабели. Ничего не выйдет. Так. Лагерек. Есть ли чего-нибудь полезного здесь? Да. Есть навык. Есть улучшение оружия. Так. Давайте посмотрим. Автомат. И винтовочка. Давайте винтовочку прокачаем. Довольно неплохое оружие. Скорость заряжания. Так. А по навыкам? Что у нас полезного? Выживание. Давайте что-нибудь по выживанию сделаем. Изготовляет. А, ускоряет изготовление. В базовых лагерях. Угу. Мастерство изготовления, да? У меня, по идее, уже есть инструмент. Трупы-ловушки. Так. Давайте интуицию прокачаем. Пусть будет. Наша задача совсем рядом. Так. Что это за звуки? Кто здесь? Ох, твою мать. Ох, твою мать. Ох, твою мать. Рысь, рысь. Рысь, сумасшедшая. Ой, божечки. Так, 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 так. Я что-то... Ой, твою мать. Я что-то... Ты что меня опережаешь? Что твою мать? Ты за мной бежишь? Или ты? Хе-хе-хе. Идёшь на опережение. Она решила меня подрезать. Проклятая рысь, твою мать. Получай. Так. Ныкаемся наверх. Попашечки, попашечки. Всё, будем здесь сидеть. Где эта проклятая рысь? А, она не умеет ползать. Получай, по жопе. Получай, по жопе. Твою ж мать. Так. Надо её выманить. Я тебя так просто не оставлю, поганая рысь. Иди сюда. Ага, бежит. Ай-яй-яй-яй-яй. Обратно, 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 обратно. Твою ж мать. По жопе. По жопе. Давай-давай-давай. Так, не могу. Так, надо взять... Этот, яд, да? Ядовитую. Так, убил. Вроде бы, да? Давайте проверять. Мне дали опыт. А это означает, что я завалил рысь. Так, где она? А, вот она. Прямо на подходе в её логово. Три редких шкурки я нашёл. Довольно-таки неплохо. А здесь что? Реликвия, да? То есть, если взбираться там, по стене, то мы пойдём по заданию. А если здесь? То мы найдём какую-то реликвию, да? Так, успел. Тонкий кремниевый наконечник стрелы с желобками, разломленный надвое. Выглядит знакомо. Так, замечательно, что я могу сказать. Довольно-таки неплохой наконечник. Побольше бы таких. А теперь по заданию. По заданию, бро, по заданию. Так. Не упускаем. Ящички. Да, детка. Опа. Ой, так не вовремя. Вы потеряли контакт с командой из Нижней Долины. Вы их видите? Никак нет. Вероятный противник. Возможно, просто радиопомехи. Но Константин не любит рисковать. Иди сюда. Так. Что здесь придумать? Значит так просто, видимо, я туда не допрыгну. А может быть... А, смотрите, мы сейчас допрыгнем до стенки и от нее оттолкнемся. И сможем попасть наверх. Давайте. Опа. Э! Блин. Она так больно ударяется. Знаете, я смотрю на нее, как будто я сам ударился. Она так по хребтинке. Блин, это больновато. Твою ж мать. Я все время забываю, что у меня есть вот эта вот штучка. А-а-а. Хе-хе-хе. Ау. Да. Забываю. Я так привык без нее добираться до труднодоступных мест методом через жопу. Мы узнали, что пророк прибыл в Константинополь, но не обратили внимания. Великий город всегда привлекал безумцев и обманщиков, утверждавших, что с ними говорит Бог. Мы слышали невероятные истории о чудесах, явленных пророком, но все равно не стали его искать. Но потом мы услышали его речи, увидели, как его истина рекой лилась по форму Константина. Он не утверждал, что говорит за Бога. Напротив, он говорил, что ни один человек на это не способен. Но его мудрость была неоспорима, и никто из нас на форуме не мог его опровергнуть. Нужно побольше разузнать о нем. Я должен снова услышать его. Хм, а это показания ученика византийского пророка. Хорошо, так, теперь, да? Теперь надо наверх. Наверх. Так. Воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Держимся. Держим равновесие. Бинго, детка. Ну, здесь, наверное, аналогично, да? Используя нашу веревочку. А! Блин, чуть не упал. Так, нам вообще туда. И посмотрите, есть супостатик, которого мы сейчас снимем, да? А, я не могу стрелять. В таком состоянии. Хорошо. Тихо-тихо-тихо. Так, значит, надо сбросить этого... Ну, то есть ясно, что это что-то... Так, да. Этого чувака? Как-нибудь. Ну да. Слушайте, об этом не особо расспросят. Опа! Получай. Получай, получай, получай. Так, замечательно. Остался только один наверху. По идее, да? Ягодки. Ном-ном-ном-ном-ном. О! Ты какого хрена вообще прилетел? Давай, иди отсюда. По-добру, по-здорову. Всё. Бесшумное убийство. Вы представляете, да? Он мне заметил, он упал. Просто получилось так, что он нагнул голову. И игра подумала, что это бесшумное убийство. Так. Что у нас здесь? Сундучок. Дальше вот сюда. Ооо! Ни хрена себе! Чуть не упал. Так. Так. Давай, Лара. Прыжок Веры. Ага. Опа. Так. Наверх. Наверх. Проверяем наличие опасности. Вроде бы всё спокойно, да? Вот. Я уже почти пришёл. Найдите способ проникнуть в собор. А задопленный архив. Да? Да, мы почти внутри. Опа. Ха-ха-ха. Мы добрались. Вот колокол. Мне когда великий громоздкий звонил громко, оповещал людей, а теперь гниёт и ржавеет здесь. Так. Замечательно. Видимо, нужно найти проход, который здесь засекречен. Да? Он же засекречен. Так. Уже что-то вижу. Так. Так. Так, детка. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, мы почти добрались, да? Ой, друзья, давайте будем узнавать всё, что будет дальше в этом соборе. И какие опасности и секреты здесь меня ждут. Это всё мы узнаем уже в следующей серии. Спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Сегодня была реально эпичная серия. Много приключений, много тайн и много... Хе-хе-хе... Опасности мы смогли сегодня преодолеть. Ставьте пальчики вверх, друзья. Если вам понравилось видео, обязательно расскажите о нём друзьям. И вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока! До встречи в новой серии. Есть! Успел! Давайте, давайте, давайте быстрее! Я не могу! Я весь на нервах! Я весь... Мать! Вашу на нервах! Это что за говно было? Это что такое? Почему он здесь бегает? Ублюдок Вы это видели?